Общественная комиссия по формированию комфортной городской среды рассмотрела заявки от горожан, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. Напомним, всего от жителей поступило 122 предложения, 33 из которых соответствуют определению общественной зоны. Каждое предложение рассмотрено членами комиссии на предмет возможности реализации в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. По итогам голосования отобрано 11 общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. Сейчас дело за разработкой дизайн-проектов. Какие из них будут реализованы, покажет рейтинговое голосование. Оно состоится 18 марта. На первом этапе членам городской общественной комиссии по благоустройству предстояло выбрать из 122 заявок, поступивших от горожан, те, которые соответствовали условиям проекта создания комфортной общественной среды. Таких оказалось 33. Остальные предложения не подходили по критериям или их благоустройство считалось нецелесообразным. Например, предложение облагородить территорию рядом с гидроозером. Этот участок зеленой зоны регулярно подвергается весеннему подтоплению. А благоустройство улицы Смедовича запланировано в рамках другой федеральной программы. На общественную зону именно улицы Смедовича, на этот проект, по которому будут выделены с федерального бюджета дополнительные федеральные средства на развитие этой общественной территории. 33 оставшиеся заявки горожан также детально рассмотрели на предмет целесообразности. Так, предложение благоустроить зону отдыха в районе между Малым Качгардом и Хариверской экспедиции сочли неподходящим. Но его реализация возможна. Под организацию пешеходных дорожек и установку лавочек там можно взять грант. Не получится реализовать и желание некоторых нарьинмарцев разбить парк на месте старой пятой школы. Это место оставлено под строительство помещений для детского дома. Предполагаемое строительство коттеджей в районе улицы Меньшикова, которое сейчас отведено под огороды, также не сможет стать парком. Это район малоэтажной застройки. Там должны были быть типа коттеджи, типа небольших двух-трехэтажных домов, соответственно, со всей инфраструктурой, с дорогами, с детским садом, со всем как положено. То есть это на самом деле достаточно большой инвестиционный проект. Среди предложенных горожанами территории проектов немало интересных инициатив, достойных реализации. Например, разбить литературный парк между МФЦ и школой номер три. Очень интересное предложение городу, парку, даже уже этому скверу придумано название «Литературный сквер». То есть, вы понимаете, предлагается обустроить со скамеечками, с памятниками писателям нашим местным, с беседочками. То есть предложение очень интересное. Для каждой из выбранных муниципальных комиссий общественных территорий будут подготовлены дизайн-проекты. После процедуры отбора сами жители определят приоритеты создания общественных мест и их оформления рейтинговым голосованием. Оно состоится 18 марта. Рядом с участковыми избирательными комиссиями установят стенды для голосования. Получивший наибольшую поддержку проект будет реализовываться в 2018 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом будут запланированы к реализации до 2022 года.